Музыка Как в мире животных и растений ничего не кончается, а просто перерабатывается от одной формы в другую. Навоз в зерно, зерно в курицу, головастик в лягушку, червяк в бабочку, желудь в дуб, так и человек не уничтожается, но только изменяется. Он верил в это и потому бодро и даже весело смотрел в глаза смерти. Дорогие друзья, здравствуйте! Меня зовут Естественно Ильичев Антон, канал Твоя Душа. И Естественная Татьяна Никольская, канал Лицо Счастливого Человека. Мы запускаем цикл видео под названием «Мёртвых больше, чем живых». У нас сегодня с тобой был Идара Афганчо. Я подсчитала практически из копеек 800 километров, как до Питера. Блин, ё-моё. Да, два объекта. Но, я думаю, оно того стоит, но того стоит, потому что кроме того, что мы многому знаем и прочувствуем, у нас есть такое выражение «оглянись и увидь следы». Оглянись и увидь следы. Ну, и увидишь следы. Я думаю, что то, чем мы сейчас начали с тобой заниматься, это очень близко к этой фразе. Немаловероятно. Люди, которые занимаются вот этим, все начали снимать на кладбище. Это стало типа хайп, модно и так далее. Мне кажется, я, может быть, даже как-то там преувеличиваю, кто-то подумает, но мне кажется, что я эту волну пустил реально. Я пустил эту волну. Сейчас действительно я посмотрела, когда я подписалась на твой канал, мне стало очень много выдавать людей, которые тоже снимают на кладбище. Я смотрю, когда основан этот канал. Да, они прям вообще свежие. Так что я не преувеличиваю, ничего там не выдумываю. Когда ты прислал видео, которое ты снимала, я просто в этой теме не очень разбираюсь про монахов. Мне, конечно, чуть-чуть вот понравилось, чуть-чуть понравилось, но я чуть-чуть смотрел. Мне понравилось то, что вот человек идет вот в этой рясе. Это немножко так. Не просто идет пополисвященник с вот этой, с кадилом что-то там дергать, а он идет, грубо говоря, с посохом. Просто в своем мире его не интересуют ни деньги, ни какой поп такой приход. Освещение там машин, я это наблюдал. Ну вот как вот в церквях, да? То, что мы привыкли, то, что сейчас многие задают вопросы. Да церковь, да посмотри, что там. Это толстые пузы, это когда придешь, у тебя там рискурант, тебя постоянно хают какие-то бабульки, когда ты заходишь в церковь, делают тебе замечания неуместные, что тебя вызывает желание уйти из храма. Да, и дорогие автомобили и роскошь, в которых якобы живут, ну я знаю, да, монахов и священников, которые живут очень-очень достойно, скажем так, материально, а есть большинство очень скромно живущих людей. Вот. И, кстати говоря, вот то, что мы снимали в школе, была такая аллегория, задумка. Монахи, они уже уходят из мира. И вот мы передали этой съемкой, вот этим полем и терпом, да, какой-то он идиот в своих мыслях, бог с ним говорит, это голос бога. От меня это было. Ну вот меня что я зацепила. То есть идет человек, да, он полностью в себе, и это немножко страшно, это немножко цепляет, это очень круто. Мне вот это очень нравится. Здесь тебе было страшно? Ну, не то что мне, я же смотрел как зритель. То есть это необычно. Вот почему. Потому что… То есть в этом уже есть знакомый слов, я бы не скажу, некая такая сакральность, мистика, да? Ну, есть… Даже как на кладбище, есть чувство, которое мы не испытываем каждый день, да? Это чувство, оно для нас новое, и поэтому оно нас пугает, наверное. Да, 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 вот совершенно верно. Вот как бы весь фарш вот в этом, в этой необычности, потому что я вообще как бы с обычными людьми не общаюсь. Это пустые люди, это люди, которые после работы пьют пиво, там, по пятницам, да, грубо говоря. Ну, понимаешь, о чем я говорю, да? То есть отработал пять дней в неделю, и пиво там с мужиками там пьет, все клево. У него там жена дома с детьми сидишь. Ну, ограниченные группы интересов. Да, да, никакого развития… Ну, вот с такими людьми мне даже просто… О чем, о чем буду говорить? С таким человеком, правильно? Да. Вот так. Потеря времени… Ну, это… Да днище полное. Это днище. Тоже мы проехали, нам надо было вот сюда. Я думаю, что сейчас быстро развернемся. О-о-о. О-о-о. Очень немножечко поговорили, да? О-о-о. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья! Мы подъезжаем к тому месту, куда накануне своей смерти приезжал наш герой Пишите, пожалуйста, в комментариях, узнали ли вы то место, куда мы едем И того героя, о ком пойдет речь в нашей истории Пишите, пожалуйста, куда мы едем? Мы приехали в женский монастырь, это Казанская Амбросевская пустыня Здесь проживают женщины, монахи В данный период здесь он функционирует Да, это действующий монастырь Почему мы сюда приехали? Потому что именно сюда приехал Толстой перед своей смертью Да, почему он сюда приехал? Потому что, во-первых, он ездил в Оптину-пустынь И после Оптины заехал сюда Да, расстояние между Оптиной-пустынью и Шамардино Совсем небольшое На 30 минут езды на автомобиле Здесь проживала моя сестра Как ее звали? Ее звали Мария Николаевна И в монашестве имя Мария за ней оставили Эту пустынь, этот монастырь основал Амбросий Это самый, наверное, известный старец из оптинских старцев Именно к этому старцу ходили за советом Великие умы XIX века Такие, как Достоевский, Чайковский Мыслители, философы того времени, музыканты И в том числе Лев Толстой Он ходил к нему, скажем так, побеседовать На тему его отношения к вере, к православию Потому что у Толстого был свой взгляд на это О чем мы расскажем чуть-чуть по поводу Нам надо сейчас, первым делом, я думаю, пойти Узнать, где находится могила И я думаю, что... Могила чья? Сестры Мы идем, дорогие друзья, на могилу сестры Толстого Правильно? Да Пойдемте Доброго дня! Бог в помощь! Матушка, подскажите, пожалуйста Могила Марии, которая сестра Толстого Есть эта могилка, сохранилась А как ее найти? Там написано на ней Вот такой Хорошо, хорошо, благодарю А домик остался, который я Амбросий построил? Хорошо, благодарю вас Всего доброго Да, благодарю Спасибо Спасибо Красиво? Здесь очень красиво просто Идешь в другой мир, очень красиво Правда, там костер кто-то ждет Да, я уже познакомилась с этой женщиной И она мне подсказала В отличие от вот сестры, которая в церковной лавке Вот здесь вот иконной Ага Да Вот эта вот сестра мне подсказала Что действительно есть могилка И что мы ее найдем Вот Ориентиры у нас есть? Да Идите, говорит, вот в эту сторону Здесь будет кладбище Здесь все перерыли И что утеряло? И просто нашли доску ее И написали Сделали могилу Поставили крест И написали Мария Николаевна Поставили К сожалению, так А где этот крест стоит? Он, знаете, вот в первом или втором ряду слева Не туда вниз, через дорожку А вот так И Четко, ясно написано Мария Николаевна Толстая Где все? А? Где все? То есть Где все кресты в ряд стоят Там надо искать То есть она не отдельно Нет, она не отдельно Она не отдельно Вот с той стороны слева А Там просто как-то разделяется на две части кладбище Ну, потому что там дорожка Уже некуда было хранить Спасибо вам большое Пойдем посмотрим Так, ну что, дорогие друзья Вот Кладбище Которое находится При Монастыре Даже на территории И нам нужно С вами найти захоронение Марии Николаевны Толстой Пойдемте Давайте пока мы ищем Я расскажу, что Мария Николаевна пережила Своего брата Всего на два года И Младшая она Брата была Тоже на два года А Да, старший Он был на два года Своей сестры А она умерла За два года Его смерти Наоборот Он перед смертью Приехал к ней Так Поговорил с ней Она, к сожалению Ну как бывает Вот судьба Да А, он умер Какой-то ступор Понимаешь В пале Когда Увидели Толстого Не в ясной поляне Узнали Что он сбежал оттуда Что он в ссоре с женой И в итоге Ну вот как судьба ему Наверное была Уже уйти И поэтому его Никто не смог остановить Он приехал В Оптину пустынь А они вовремя Донесли Старцу До старца Что приехал Толстой И когда он уже был Готов с ним поговорить Я понял Ну Он уехал сюда Приехал Поговорил с сестрой А сестра Тоже не смогла Найти должных слов И наверное Не понимала Что Во что Скажем так Сейчас До что себя Ее брат обрекает И он уже Она больше Обеспокоилась О его состоянии здоровья Что было правильным Конечно Потому что Он уже приехал сюда Простуженным Напомню Что Для тех кто не знает Он умер от испаления легких Да Он в поезде Простудился Он простудился В поезде Но это уже другая история Ну это другая история Мы расскажем Об этом Обязательно А сейчас Давайте попробуем Найти Ее могилку Для того Чтобы прочитать Наверное Нам стоит Походить Вот здесь Вот с этой стороны Здесь похоронены Монахини Вот Все кресты Давайте вот прям Подойдем Вот к этому Вот Монахиня Амфилохия Стегно Стегно АА Почему так Имена Такие Да Необычные Монахиня Августа Стихонова Давайте Вот третий крест Сейчас Секундочку Монахиня И АА Золотарева Так Что-то У нас Татьян Чего Такое Я нашла Заброшенную Могилку Совсем Тоже Монахиня Здесь Осторожно Я думала Что он Только вдоль Памятника А может Даже С этой стороны Обойти Потому что Могилка Совсем Чтобы Не топтаться Видите Здесь Видимо Был Какой-то Склеп Все Провалилось Ну Вот Да Это Старая Скорее Всего Тут Была Наверное Какой-то Кладезь С Иконкой Схимонахиня Схимонахиня Это Высший Монашеский Чин Как раз Марину Николаевну Подстригли Именно В схему За день До ее Кончины Она Представила Схимонахиней Это Вели Это Самый Высокий Православный Чин Который Приравнивается К ангельскому Чину А здесь Кто похоронен Адриан На В миру Надежда Наверное Надежда Н Ивановна Кологривова Это У нас 39 Год Рождения 1839 1911 Да Сентябрь Декабрь Дорогие друзья Для меня Необычно Приехать В монастырь И вот это Кладбище Могильные кресты Все одинаковые Здесь похоронены Монахини То есть Которые здесь Вот Жили в монастыре Очень необычно Для меня Если честно Дорогие друзья Мы нашли Захоронение Мария Николаевна Толстой Она приняла Как мы говорили Великую схему И поэтому Здесь на кресте Написано Монахини Мария Толстая Ее имя Обязательно При жизни Тоже упоминается На кресте Ну вот И года жизни И года смерти 1912 год А Толстой Приезжал к ней В 1910 году И дата его смерти Тоже В ноябре 1910 года На два года Она его пережила А еще раз Можешь повторить Какой чин Она занимала Схим Монахини Схима Великая схима Это вот То что Тебе понравилось Как у меня Монах идет В поле В монашеских Одеяниях Вот именно Схимники Носят Это называется Одеяние Схима Цветочки Мы ей принесли Живую Энергию Да Да Здесь Есть Свечка Мы ее Не будем Зажигать Потому что Не мы ее Принесли А цветы Возложить Я думаю Что возложим Антон Как ты думаешь Может быть Мы ее В земле Нет Положи просто Я втыкаю Да Когда Там Приношу Втыкаю Ей Живая энергия Необходима Душе И вот Мы ее Принесли Цветочки Да Вот Обратите внимание И дорогие друзья Обратите внимание Мы Положили цветы И солнышко Выглянуло Ничего не выдумываю Все правда Да Ну вот так вот Покойся С миром А я думаю Что самая лучшая Память Которую мы Сейчас Можем Сделать Для нее Это Заказать Панихидку Мы сейчас зайдем Мы сможем Это сделать Конечно Мы сейчас зайдем В храм Закажем Панихидку И Купим свечу Которую От нас И от нее Отвезем На могилу Ее брата Можно так сделать Да Ну что Дорогие друзья Пошлите История наша Продолжается Так Мы тут Кое-что узнали Да Татьяна Давай расскажем Ну Во-первых Сначала Я подошла К матушке Я увидела Ее издалека Она жгла Костюм Я подошла Поприветствовала И она Сказала Что Мария Николаевна Покоится На кладбище Вместе со всеми Сестрами В принципе Это вот Недалеко от дорожки Никуда Будет Не надо Углубляться Мы Попробовали Туда зайти Но к сожалению Никого не нашли И Воспользовались Моментом Вот увидели Еще одну Матушку И она Нам рассказала История Оказывается Такая Что могила Утеряна Настоящая могила Утеряна Потому что Здесь Так же как Оптина Пустый Этот монастырь Был так же Разрушен Во время гонений В советские времена После революции Осталась Только табличка Вот они Нашли табличку Нашли табличку Да И к сожалению Могила утеряна Но крест установили Да Просто крест установили Установили Табличку Побили Память есть Это хотя бы память Остается Да Потому что уже Как говорится Не важно Все мы Уходим в землю И все мы Становимся прахом Но пока память От нас жива Мы живы Поэтому Забывать нельзя Забывать нельзя Поэтому что мы решили сделать Это зайти в храм И заказать За нее Панихидку Все мы идем в храм Здравствуйте Здравствуйте Что за ягоды Вот это у вас А почему Она беленькая Почему Чуть-чуть не прозрела Это здесь у вас Рядышком растет Привезли Да Простите пожалуйста Мы передачи снимаем Все клево Дорогие друзья Вот сейчас мы проходили Там Ну два ребенка Наверное Девушки Лет по 14 По 15 Перебирали ягоды Мы задавали Ему вопросы Что-то спрашивала И они Ну не отвечали Вот так Кивали Ну не разговаривали Ртом Да Почему так Я так понимаю Что они Или готовятся К постригу Или уже В постриге И Так как у них Молитвенное Правило Есть То Батюшка Их духовник Бывает Благословляет Не разговаривать А то есть У них какое-то У них Да У них такое Примежуток Да На какое-то время Они не имеют Права Вообще Разговаривать Разговаривать И за счет Этого Очень хорошая Духовная практика Фактически Все наши Святые К этому Прибегали Иногда Действительно Хочется Побыть в уединении Помолчать Разобраться В себе Подумать Попробуйте Попрактиковаться Ну хотя бы На полдня На день И пишите В комментариях Получилось у вас Что-то Так Не ощущения У вас возникли От этого Я например Сейчас глядя на них Подумала Что наверное Надо Применить Такое Послушание Как ты применишь Если ты живешь У тебя Большая семья В свободный день Я просто всех Приду Надо уезжать Куда-то Я просто могу Также уехать В какое-то путешествие Одна И произносить Одного слова Подумать Побыть С собой Наедине Я все время Снимаю Я все время Говорю Антон Если хочешь Чего-либо Стой только Пока я не хочу Ну вот Субтитры Субтитры Танюш Расскажи нам Пожалуйста Краткую историю Жизни Марии Николаевны Мария Николаевна Была Единственной Сестрой Львы Николаевича Она была Самой младшей Дочкой В семье Было Четыре Брата Да Четыре сыночка И лапочка Четыре сыночка Да И одна дочка Да Братья ее очень любили Очень о ней заботились У них вообще была Очень дружная семья И родители Рано умерли Дело в том Что буквально Через полтора года Рождения Последнего ребенка Как раз Марии Их мама умерла Совсем молодой А через семь лет Умер отец А сколько было Матери лет Честно говоря Я ее не помню Я думаю Что мы напишем Сколько было лет Но она была Не великого возраста Я думаю Тридцать небольшим Это мое предположение Сейчас посмотрим То что касается Ее судьбы Конечно По-женски Очень сложная судьба Они воспитывались На попечении Мат Как они называются Тетушек Они воспитывались На попечении Тетушек Сначала У первой Тетушки Воспитывались Которая жила При ее общине Пустыне И отсюда То есть не она Именно воспитывалась А все дети Все дети воспитывались Все дети воспитывались А отец тоже умер Отец умер Да И после того Как умер отец То есть детишкам было уже Достаточно больше Больше 10 лет Всем Старшим К 20 А вот Марине Николаевне Как раз Было Это Наверное 8-9 Который отец умер То есть она была Таким ребенком Которая И также Лев Николаевич Буквально Если он На 2 года Ее Старше То они были Практически одного возраста Совсем юные Ну да Поэтому наверное У них и осталась На всю жизнь Более такая Плотная связь Ну я вот Насколько знаю Сколько изучал Этот вопрос Он любил Очень свою сетру У них была Прям связь Такая Необыкновенная Необыкновенная Он был дальний родственник Это был Какой-то там Двоюрный брат И старше Был Ей было 17 лет А он был на 17 лет Ее старше Там что-то такое То есть получается Женщина Иные Чем сейчас Это сейчас Все скажут Конечно Ты права Что ты от него Уходишь А в те времена Это немножко Осуждалось То есть надо было Терпеть Надо было Смиряться Женилась Терпи Типа такое Такая чушь Возможно Я считаю Что и дети В такой обстановке И ты Не сможешь Быть счастлива Я за то Чтобы расходиться Если ты Чувствовал Законченное Просто Еще раз Убеждаю Что да Есть такие люди Просто омерзительные Как можно Изменять Супруге Своей Как можно Изменять Своей сестре Не сестре А своей семье В первую очередь Если есть дети Ты изменяешь Своей семье Как можно Изменять Своей семье Это просто Ужас какой-то У меня Даже в голове Это не укладывается Вообще У тебя жена Дети А ты там Ну это мрак Какой-то Конечно Это прям Днище Это дно Наша греховность Это грязное Грязное начало Просто у кого-то Оно присутствует А у кого-то Оно не присутствует Но есть люди У которых Оно присутствует Они с этим борются Например Как Лев Николаевич Который очень хорошо Покутил На самом деле До того Как женился И вот эти вот Все слухи О том Что он продолжал Кутить и после На самом деле Это только слухи Он был очень верен Своей супруге Он ее действительно Любил И никогда не изменял О чем мы Конечно Поподробнее Чуть-чуть Потом Побоже Расскажем Давайте продолжим Разговор В машине Давай Пойдем В машину Ну что Дорогие друзья Продолжаем Свой разговор Наш разговор Да Наш разговор Про Жизнь Сестры Льва Николаевича Толстого Так как Ее муж Ее изменил Она Написала Записку Что уходит И взяла детей И покинула Дом Покинула Усадьбу И В тот момент Она Вот эти вот Слова Любовница Ее мужа О том Что Она ждет Смерть Ее Они В общем-то Были Небеспочвенные Потому что На тот момент Она болела Туперкулезом И болела Достаточно Серьезно Поэтому Она поехала Во Францию Собрала детей Братья Ей Подогли И Она Уехала Лечиться Во Франции Она Вылечилась Да Она Вылечилась Все хорошо Все нормально И там Она Встречает Очень Интересного Подзан Мужчина С Которым У них Начинается Дружба Которая Достаточно Быстро Переросла В страсть О Пыльпую Любовь Они К сожалению Они К сожалению Не Обмечались Не Женились Но У них Родилась Сегодня Врачная Дочь И Вот Это Вот Сравнение С Анной Кареминой Тоже Не На пустом месте Не Брак Былкая Страсть Которая Была Недолгой Во-первых Еще Больше Нанесла Душевных Ран Ларине Николаевне И Нанесла До Такой Степени Что У нее Закралась Высль О Самоубийстве Так И Закралась До Такой Степени Что Это Уже Превратилось В Навязчивую Людей Которая Она Озвучивала Она Поделилась Об этом Да Смотри Я тебя Перебью Почему Он Не Хотел На Ней Жениться Что Этот Человек Почему Она Как У них Любовь Была То То Она Говорит Давай Семью Создавать Нормально Он Говорит Нет Я Не Хочу А Ребенок Уже Ещет Человек Насколько Я Знаю Чувствовал Прошли И Пытался Ей Помочь Поддержать Но Будем Говорить Откровенно Не Справлялся С Этим И Вот Она Потом Приехала В Москву Поселилась В Хамовников Где Была Их Московская Квартира Где Они Всей Семьей Жили В Холодное Время Года Да И я Знаю То Что Она Ходила В Храм Где Служил Афитеатр Да И она Была И просто Восхищена Она Случайно Попала В этот Храм Слышала Его Проповеди Подошла И Благодаря Общению С ним Влиянию Его Вот Это Наверное Тот Человек Который Смог Избавить Ее От Мысли О самоубийстве Вот От Этого Трэша От Этой Депрессии Да Ну Возможно Что Эта Депрессия Да Наверное Вот Слово Депрессия Да Но Вот Эта Боль Я Так Думаю Что Возможно Она С этой Болью Примирилась Эта Боль Стихла В конце Ее Жизненного Пути Но Она Шла К Этому Потому Что Это Огромная Работа Я Скажу Так Знаю Это Не Понаслышке Поэтому Скорее Всего Это Так Из Моей Жизненной Практики То Что Касается Принятия Ей Монашества Сколько Было Лет Ей Когда Она Решила Это Сделать Она Была Уже Достаточно Преклонного Возрасте Давайте По Уточним Это Было Ближе 50 Годам Когда Они Были Еще Маленькими И Их Воспитывала Тетушка Которая Жила При Октяной Пустыне Там Был Такой Старец Они Детьми Подходили К этому Старцу На Благословение Он Спросил Девочка Как Тебя Зовут Маша На Ныне Посмотрел На Голубу Положил И Говорит Маша Будешь Наша Понятно Тем самым Пророчество И Монашество Именно Лобзинский Старец Известный Амбросий Лобзинский Она Съездила Кутина Посетила Ее Поговорил Со Старцем Благословил Монашество И Она Согласилась Приняла Это С Великой Милостью В тот Момент Как Раз У Ее Брата Начались И Проблемы Скажем Так С Верой Он Ну Льва Николаевич Ну Льва Николаевич Да Ну Не То Что Проблем У Него Как Был Грубо Говорят Там Своя Вера Была Такая Своя Но Это На самом Деле Очень Клево Интересные И Очень Глубоко И Я Его Ни В коем Случае Не Осуждаю Но То Как Я Выразилась Я Что Это Уместно Потому Что Когда Такие Вещи Происходят И Когда Человек Ломается Идеат Скажем Так По Этому Пути Какое То Время То Наверное Это Не Есть Очень Хорошо Но Он Прав И Он Верующий Человек В Первую Очередь Он Знал Истину Он Как Сказать Не Наслаждался Материальными Благами Он Развивал Себя Он Рядом С ним Развивалось Огромное Количество Его Родственников Друзей Знакомых Он Притягивал К себе Вот Тем Что Он Говорил И Не Только То Его Семья В Воспоминаниях Жена Дети Говорили О том Что Когда Появился Папенька То Все Сразу Приобретало Смысл И Я Считаю Что Это Очень Хорошо Конечно Вообще Великий Человек Надо Его Читать Надо Его Изучать И Слава Богу Что Он Оставил Огромное Количество Дневников Записок И У Несколько Трудов По Тому Как Он Представляет Себе Веру Но Об этом Я думаю Что Мы Немножко Попозже Поговорим А Сейчас Речь Идет О Его Сестре Она Приняла Монашество Да Я Забыла Такой Факт Что После Того Как Она Вернулась Из-за Границы Поселилась Опять У Себя В Усадьбе И Неподалеку Жил Всем Возвестный Писатель Тургенев Который Увидев Ее Был Восхищен Но Восхищен Ее Первый Раз Он Ее Увидел Когда Она Еще Была Замужем Он Видел Ее Но Не Так Скажем Посмотрел Посмотрел На Ее Не Так Воспринимал А Тут Он Увидел В Ней Женщину И Увидел Очень Привлекательную Обаятельную Умную Мудрую Женщину И Он Был Ей Обольщен Очень И Говорил Что Даже Этого Очень Упозвышенный Чувств Да Но Есть Предположение Что Между Ними Была Связь Но Я Специально Послушала И Учитала Все Опровергают Это То Есть У Них Была Чистая Связь Именно По Чистому Другу Чистое Отношение Да Возможно Какие-то Чувства И Желания Были Но Они Этого Не Допустили Большой Влац Я Думаю Что Скорее Сего Не Допустила Мария Николаевна Из-за Своего Опыта И Понимания Была Такая Интересная История С Том День Все Очень Близко Все Великие Люди Сплетены Между Собой И Вот Уже Монашествие Когда Она Была Лев Николаевич Стал к ней Часто Приезжать Наведоваться Наведоваться Да И Еще Есть Такой Факт Что Монашество Монашество Но Во-первых Монашествующие Они Очень Часто Выполняют То Что Им Скажем Духовы Да Например То Что Мы Сейчас Дали Да Девочки Не Разговаривают Потому Что У них Такое Благословление И Немного Другого То Что Касается Марии Николаевны Она Например Никогда Не Прикладывалась К иконам Она Никогда Не Прикладывалась К Мощам То То Она Позволяла Себе Уезжать Достаточно На Достаточно Продолжительное Время Себе Ясную Поляну И Проводить Там Время Разговоров Празднов И так далее То Есть Монашествующие Это Не Очень Как Говорится Это Не Монашествующий Не Удел Монашествующий Я Думаю Что Именно Ему Удалось Погасить Эту Мысль В ней После Чего Она Стала Изучать Лучше Обникать Веру Съездила В Оптину Пустынь В которой Она Не раз Бывала Со Своими Родными И Там Поговорив Со Староцем Амброси Тот Ее Благословляет На Монашество Она Принимает И Староцем Амброси Подстреки Ее Монашествующие Она Поселяется Недалеко От Оптиной Пустыни В монастыре Шамардино Даже Батюшка Для нее Специальный Домик Отвел И у нее Была возможность Жить не вместе В келье С сестрами А иметь Свою Собственное Жилье Ее Навещает Ее брат Сразу Практически Да Немножко Стал Приезжать На тот Момент У него Уже Произошли Извинения В его Верия Он Не очень Одобрял Ее Выбор И у них Такие Затяжные Были Беседы И я Думала Что Это очень Хорошо Что Рядом С ним Был Человек С Затяжные Угнением В общем Это замечательно Но На тот Момент Это вот Сейчас Мы Поли В монастыре И матушки Нам Сказали Что Не всегда Даже Есть Возможность Кому-то Сидеть За церковной Лавкой Потому Что Очень Много Старых Монахин За которыми Требуется Уход Молодых Мало Нужно Подделывать Землю Убирать Урожай Какие-то Работы Проводить У них Теперь И коровки Есть Это Огромная Работа Не хватает Рук Пока Что Мало Систем В этом Обителе А на тот Момент Там У вас 700 Человек Ох ты Ничего Себе Вот Да И Походив Посмотрев На Их Жизнь На Их Уклад Несколько Не Проведя Обители Лев Николаевич Сказал Своей Сестре Не Понимаю Какие-то Странные Вы Как будто Вы Что-то Делаете А на самом Деле Особо Ничем Этим Не Занимаетесь Какая-то Обитель Семиста Дур Монашествующих Но Мария Николаевна Уже На тот Момент Имела Достаточно Свои Взгляды Да Свои Взгляды На Это И Скажем Так Вудро Отреагировала На Его Она им подарила подушечку Которая до сих пор хранится в местной поляне Очень надеюсь Что у нас будет возможность заснять Небольшая красненькая подушечка И она вышла Там Христианские символы Небольшое большое количество Разных Христианских символов И написала От семиста Шристианских Шристианских дур Она молодец Да Молодец И до сих пор Главное Что эта подушка Сохранилась Такое Назидание И я знаю Что она Себе позволяла То что Недозволенным Монахиням Она приезжала К нему Отдыхать на лето В Красную поляну Да Это действительно В Ясную поляну В Ясную поляну В Ясную поляну Да Она туда приезжала И В общем Ее отпускали То есть Она чуть-чуть Вольно себя чувствовала Относительно Других монахин И еще Я Такую информацию Вычитала Что Она никогда Не прикладывалась Как у нас христиане Они прикладываются К мощам К к коконам Когда молятся Вот она никогда Не прикладывалась Они были на это Свои убеждения Ну на то Они и брат и сестра Ну да Да В общем Что у него Что у нее Были Свои Как бы Взгляды На веру Они были Разные Верующие Ну и разные Они были Жить и ведущие Но она не отвергала И Она принимала Полностью Христианское Мучение Библийское Мучение А у ее брата Как раз Были Было Неверие То есть Вообще Что произошло Может быть Давайте Мы немножко Поясним Что произошло Сверой Льва Николаевич Они воспитывались Полностью В церковной Обстановке Их воспитывали Уже в осознанном возрасте Получается Две Очень Воцерковленные Тедушки И они Очень часто Бывали В церквях Посещали Службы И вся Семья Льва Николаевич И его Многочисленные Дети И жена Они тоже Были Воцерковленными Льва Николаевич Даже Пешком Ходил Порядка Восьми Километров По утра Вставал И вот Еще С позаранком Когда было Темно Шел В храм На молитву Перед едой Они после еды Обязательно Молились То есть Семья Полностью Поддерживала Христианский Уклан Скажем Так Жизни Но Однажды На службе Когда готовилось Причастие Вот это Таинство Ихваристии Когда Теплота Вино И хлеб Превращаются В тело И кровь Христа Льв Николаевич Поймал себя На мысли Что Он не понимает Как это Может Произойти То есть Он понял Что он В это Не верит Но он Искренне В это Не верит И Он Эту мысль Начал Глубже И глубже Обдумывать И понял Что Он И верит В таинство Он понимает Что есть Бог Что надо Жить По законам Но Церковь В священнике И Таинства Церковные Все Предписания Церковные Они В общем Особо Не нужны Для Вот этой Вот Искренней Веры В Бога И Начал До такой Степени Не обдумывать Что Написал Тридр Крактата Больших Да О своей Ипере За ним Пошло Огромное Количество Людей Это Движение Называлось Толстовцы Ничего себе Которые существуют До сих пор Я даже Больше скажу Например Ганди Правитель Идии На тот Момент Он Ну Практически Стал Лев Толстой Но Понимаете Лев Толстой Он Для того Чтобы До этого Дойти Изучил Огромное Количество Богословской Литературы Естественно Он Заподзнал И Евангелие И Кроме Всего Прочего Он Еще Достаточно Глубоко Изучил Другие Религии Очень Увлекался Кстати Буддизмом Очень Увлекался Буддизм Да Ну На самом деле По своему разумению Считаю Что Это не религия Это наверное Какая-то такая Философия Буддизм Но тем не менее Есть Огромное количество Людей Которые Живут По этим Законам Приезжим Санкт-Петербург Я к тому Что Лев Николаевич Не пустом Вместе Скажем так Да В общем Он очень Очень много Изучил Для того Чтобы Создать Свой Трактат Веры И не просто Так За ним Люди Мышлен Его было Очень интересно Слушать А мы А мы с вами Прощаемся Но Ненадолго Я желаю Вам Счастья Здоровья Берегите Своих Близких Любите Свою Семью До новых Встреч Мир Вашему Дому Пока Дорогие Дорогие друзья Пожалуйста Не забывайте Что вы можете Помочь Поддержать Канал Таким образом У меня будет Больше времени На канал На уборку Заброшенных Могил И будет Больше времени Чтобы снимать Для вас Интересные Видео Я снимаю Для вас Мои реквизиты Есть в описании И номер Телефона Если кто-то Хочет со мной Пообщаться Пожалуйста Пишите Я всегда В открытом Доступе Благодарю За понимание